Всем привет! Сегодняшний обзор будет о таком английском производителе, как компания Herbert Robinson & Co. Компания одна из последних, которая делала в Шеффилде опасные бритвы. Бритва это производство ориентировочно 1930-х годов. Если более широкая вилка, то это между Первой и Второй мировой войной она была выпущена. Но я думаю, что это 1930-е годы, как раз те годы, когда в Англии уже практически перестали выпускать клинковые бритвы. Я имею ввиду, и в Германии перестали заказывать шрифовку, и сами перестали ее делать. Herbert Robinson & Co. Компания не очень старая. Они, как сами по себе, возникли лишь в 1898 году, то есть самый-самый конец 19 века. Располагались в Шеффилде, занимались столовыми приборами, выпускали огромный ассортимент складных ножей, вилок, ложек. Там целые наборы здоровенные были, наверное, покажу примеры. Такие вот походные, туристические варианты, домашние варианты. И выпускали клинковые бритвы. Причем бритвы, я так понимаю, они выпускали уже после 1917 года. Потому что в разные годы, с 1898 они располагались по самым разным адресам. Переезжали, наверное, раза четыре. 1902 год Мэрии-стрит, 1910 год Матильда-стрит. И к 1917 году они окончательно осели на Янг-стрит и открыли там завод, который назывался Кентон-Воркс. Кентон-Воркс – это завод, на котором, собственно, и сделана вот эта вот бритва из обзора. Вот, на многих своих бритвах, которые, ну вот я видел в интернете, на многих своих бритвах они ставили название этого завода Кентон-Воркс, на котором они были изготовлены. Вот, и этот экземпляр не исключение. Торговая марка здесь называется Дэниел. Вот, там их было довольно много. Это и Гриндер, и Дэниел, и Кентон, и Робин, и Филло. То есть, там самые разные бритвы были. Вот, и здесь у них на лицевой стороне полотна такая вот гравировка. Как можно видеть здесь название компании, верхняя строчка, а нижняя строчка – это Кентон-Воркс Шейфилд. Как раз вот тот самый завод, на котором сделана эта бритва. Примечательная особенность многих бритв этого производителя – это логотип со шлифовщиком, он же Гриндер. Вот, то есть, тут можно видеть, сидит такой вот человек, и на камнях шлифует или точит нож или бритву. Вот, этот логотип встречается как на полотнах бритв, так и на Эрлях. В данном случае здесь просто название торговой марки. Ну, я вот покажу пару примеров. Они делали это клеймом, прям на металле на Эрле, вот этого вот шлифовальщика. Они делали это клеймом на накладках. Многие бритвы этого производства, этого производителя, они были, ну, такие вот необычные. Там или костяные ручки с костяными накладками на Эрле, или пластик уже тогда использовали, рог. Вот, и прямо на накладках делали такую вот клейму. Вот, также были клеймы других, типа, вот сейчас тоже пример покажу. То есть, ну, там самое простейшее тоже название компании Херберт Робинсон, название завода Кентон-Воркс. Вот, и здесь, получается, на обратной стороне такая вот надпись. Вот, ее можно перевести, как «выковано» и «отшлифовано» в Шеффилде. Вот, то есть, они этим гордились, то, что это все сделано у них на родине, и об этом писали. Вот, почему так? Потому что, ну, я уже рассказывал неоднократно, 20-е, 30-е годы 20-го века. Многие английские компании отдавали заготовки в Шеве, в Золинген, в Германию, в другие города Германии, не только в Золинген. Вот, там делали шлифовку, там доводили их до ума и делали, как бы, финальные продукты из бритв. Вот, поэтому, как бы, можно иногда встретить такие клеймы, как там сделано в Шеффилде, но отшлифовано в Золингене, например. Вот, в данном случае бритва сделана именно в Англии, и они об этом написали. Вот, экземпляр интересный, вот такие вот у него параметры в бритье, очень понравилось, мне эти бритвы еще не встречались ранее, именно этого производителя. Рез очень понравился, он такой деликатный, по-своему даже как нежный рез, такой вот он очень щадящий, приятный, мягкий. Вот, не такой, как у кленов английских, более ранних, там все-таки другая специфика реза. Здесь бритва имеет такую вот выборку, ну, примерно наполовину, вот, то есть рез должен быть более агрессивный, но, видимо, за счет стали, традиционной шеффилдской стали, мягенькой, вот, рез очень хороший. Ну, и выдержка, здесь получается бритве почти 100 лет, наверное, поэтому это тоже дает свой результат после заточки. Можно видеть ступенечку, но эта бритва, по-моему, не двухзаконная, просто как бы двойная шлифовка с двойной выборкой. Вот, ну, и здесь тоже самое. Состояние неплохое, эта бритва, наверное, будет продаваться, если уже не продана, но я решил снять они отдельный обзор, показать. Вот, футляры оригинального в комплекте не было, но я тоже покажу пару примеров. Они и для бритв делали футляры, такое вот у них оформление интересное было, как делались футляры для Америки, для бритв, которые шли в Америку. То есть, такой вот шрифт, стилизация, ну, и другие футляры у них были, там, для ножей, для вилок, вот, самого разного типа все это выпускалось. Тут еще что интересно, хочется отметить, то, что здесь совсем нигде нету Made in England или England, ну, то, что ставили на большинстве бритв английских, как раз в эти годы. Это интересная особенность, потому что бритва эта была предназначена для продажи именно в Англии. Вот, все товары, которые делались в Англии в то время и которые не предназначались для экспорта в другие страны, вот, они могли не маркироваться тем, что они были сделаны именно в Англии. Вот, а другие вот клинки английские, которые там поставлялись в Европу, в Америку, в другие страны, там очень часто в 20-30-е годы 20-го века ставили Made in England или просто England. Вот, вот, такая вот интересная особенность. Также вот по бритве еще хотел показать, ручка, на первый взгляд, она очень напоминает пластик, но на самом деле это рок. Вот, рок цельный, не прессованный, пидны шайбочками здесь латунь. Вот, рок такой даже может немножко прозрачный, ну, этого, наверное, практически не видно. Так, немножечко просвещается. Вот, клинышек здесь получается пластиковый. Вот, оригинальная ручка с оригинальным клинышком. Вот так вот делали. Более старый английский бритвый, там рок совершенно другого типа использовался. Вот, здесь такой уже ближе, похожий на какую-то синтетику, но это 100% рок. Вот, насечка, мелкая насечка понизу идет, сверху получается тоже такая более крупная, как делали уже в начале 20-го века на разных бритвах. Вот, бритва очень удобная, повторюсь, в бритье крайне понравилась, не знаю, как остальные экземпляры этого производителя, но именно вот этот вариант, который мне попался, очень и очень понравился. Собственно, все, кому попадется, очень рекомендую, тем более там есть более престижные варианты с костяными ручками, с костяными накладками на Эрли. Вот, это, конечно, редкость, но бритвы довольно интересные. Я так подозреваю, что практически у всех клинков этого производителя аналогичный рез. Я думаю, ну, вот сколько в интернете смотрел, дизайн очень похожий, выборка очень похожа. А если там та же самая сталь использовалась, то, я думаю, вас эти клинки должны порадовать.